Всем привет! В этом видео мы поговорим о том, как подготовить презентацию к съемкам в нашей видеостудии. Итак, для примера у нас обычная презентация, сделанная в PowerPoint классическим способом. Мы сейчас можем даже посмотреть, как она будет выглядеть на экране. Соответственно, я могу уже листать, слайды показывать, но не совсем то, как мы снимаем. Мы предпочитаем вырезать фон у презентации, чтобы она была эффектом парирования в воздухе. И слайды презентации были как бы частью видео. Для этого мы перерабатываем презентацию. Итак, для начала мы изменим стиль фона. Стиль фона в PowerPoint и в, например, Google презентациях меняется одной кнопкой. Применить ко всем, соответственно, у нас везде как бы черный фон. Да, у нас большие картинки во весь экран. И обратите внимание, то есть, ну вот, вообще мы обычно снимаем на темном фоне. Будь то синий, серый, черный, оранжевый и так далее. Чтобы хорошо было видно маркер. И на таком фоне вот черный шрифт, он очень плохо смотрится. Итак, мы выделяем шрифт и советуем использовать яркие цвета в шрифте. Ну, давайте, например, он у нас будет белым. Дальше. Вот такие вот элементы, они тоже выдают, как бы, их тоже лучше удалить. Вот это, вот это вот все мы удаляем. Ну вот, оставляем просто как бы заголовок, картинка. Картинку здесь можно сделать чуть поменьше. На примере этого слайда мы сейчас посмотрим, как все будет выглядеть. В презентации должно быть как можно меньше мелких элементов. Ведь это будет видеопрезентация, она будет частью видео. И вот где-то вот здесь будет стоять спикер. В слайде презентации желательно оставлять место там, где будет стоять спикер. Если мы снимаем в формате 3х4. Например, да, вот так вот. То есть мы подразумеваем, что здесь будет стоять спикер. Давайте изменим немножко размер. Он будет не 18, а 16, например. Мы сразу же подразумеваем, что вот этот черный фон, он будет вырезан. И я бы здесь сделал, чтобы немножко добавить, как бы, анимации. Ну, примерно вот такое действие. Да, то есть у нас получится, говорим, за 11 лет, бла-бла-бла, и добавляется какая-то вторая фраза. Это выглядит обычно очень красиво. И поэтапно, дозированно она выдает информацию. Итак, мы вставили нашу отредактированную презентацию в видеоролик. При помощи кликера я могу ее листать. И обратите внимание, как красиво вырезался фон. Светлый шрифт на темном фоне смотрится достаточно выигрышно. Имейте в виду, что вы можете сделать компоновку, как бы, к правой части экрана. Можно к левой относительно. То есть если у нас будет презентация слева, то мы будем смотреть влево и также переключать ее. Что еще важно сказать? Ну, вот так вот выглядели наши непроделанные. Ну, вот, например, эту картинку тоже ее можно, она нормально сюда заходит. Вот здесь вот лишние вот эти элементы, они на самом деле нужны. То есть когда она будет прозрачная, то это будет лучше. Также слайд презентации или какую-то картинку можно сделать более прозрачной. Чтобы вы немножко видели за собой, за слайдом свою руку и могли показывать поэтапно какие-то вещи. Могли показать какую-то область на презентации. При помощи которого он может листать слайды презентации вперед-назад. А также нажать кнопку и вообще удалить презентацию и начать, например, рисовать. Сейчас мы включим подсветку. И что-нибудь нарисуем. Всем спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok